Всем привет! Сегодня на обзоре реплика часов Samsung Watch Ultra, которая стоит на минуточку в 30 раз дешевле от оригинала. Что же в данных часах есть за эту цену? Сочный 1,43 дюймовый HDML-экран с функцией Always-On-Display, корпус который полностью сделан из металла, мягкий и красивый ремешок, автономность часов 7 дней на одном заряде, быстрая работа часов без призов и многими режимами отображения меню, удобная и гибкая навигация часов, которая настраивается под себя, хорошие датчики измерения пульса и кислорода в крови, которые работают на протяжении всего дня, по счет шагов и определения сна, отличный динамик, через который можно слушать музыку, а также через часы можно совершать звонки и принимать их, большое количество функций, калькулятор, календарь, погода, секундомер и таймер с возможностью сворачивания, NFC модуль, компост и встроенные игры. А как все работает и более детально о данных часах будет в этом видео, смотрим. Часы приходят в премиальной черной коробке с принтом часов и названием SmartWatch Ultra, есть только название и больше никакой информации о часах нет, давайте вскрывать и смотреть комплектацию. Часы находятся в белой пластиковой вставке, к часам мы вернемся немного позже. Еще одна коробочка, где находится инструкция на английском и китайском языке, а также магнитная индукционная зарядка и силиконовый оранжевый ремешок. Вернемся к часам. Сразу наклеена защитная пленка, что хорошо. Экран защищен стеклом Gorilla Glass, стойкой к царапинам, безель выпирает и дает дополнительную защиту. И весь корпус часов выполнен из металла. Сбоку расположены три кнопки, средняя из которых с прокруткой, а также находится микрофон. С левой стороны динамик с большой прорезью. Тыльная сторона сделана из глянцевого пластика, где находится датчик измерения пульса и кислорода в крови. Часы квадратной формы. По габаритам 47 на 47 миллиметров. Толщина 16 миллиметров. Вес часов 48 грамм. С ремешком 68. Ремешок силиконовый, мягкий и приятный. Ремешок длинный и подойдет на любую руку. С пластиковой застежкой и фиксатором. Качество ремешка остается желать лучшего. Кажется, будто его вырезали маникюрными ножницами. Крепление ремешка фирменное. Так что сторонние ремешки не подойдут. Надевается ремешок очень легко. Нужно просто слегка надавить. И ремешок фиксируется надежно и крепко. Чтобы отсоединить ремешок, нужно нажать на кнопку на тыльной стороне часов. И ремешок спокойно отстегивается. На Алиэкспресс уже полно ремешков для этих часов. Есть как силиконовые, кожаные и металлические ремешки. Часы выглядят буртально и мощно. Первое время немного чувствуется вес часов на руке. Но потом привыкаешь и не замечаешь. Выглядит качественно. Прикольно и стильно. Мне очень нравится. Кстати еще есть вариант серебристых часов с белым ремешком. Ссылку на данные часы, а также на дополнительные ремешки я оставлю в описании под этим видео. Переходи и смотри актуальную цену. Часы включаются нижней кнопкой. Доступны следующие языки. Есть как английский, русский, польский, украинский и другие языки. Выбираем язык и переходим по кубер-коду, чтобы скачать приложение FitCloud Pro. Приложение доступно как для iOS, так и для Android. Устанавливаем. Открываем приложение. Даем все нужные разрешения. Регистрируемся. Нажимаем привязать устройство и подключаемся к нашим часам. Часы подключены и готовы к работе. Друзья, я похожу с этими часами хотя бы с недельку и расскажу о них более подробно, чтобы выявить все косяки и рассказать о них более подробно. Прошла неделя с тех пор, как я начал пользоваться репликой часов Samsung Watch Ultra. И теперь готов поделиться более подробно обзором, описав их плюсы и минусы. Начнем с экрана. Часы оснащены 1,43 дюймовым HD AMOLED с разрешением 466 на 466 пикселей. Экран четкий, яркий, пикселей не видно. Рамок у экрана нет, его защищает металлический безель. Регулировка яркости 5-ступенчатая. Автояркости нет. На солнце все прекрасно видно. В часах поддерживается функция Always On Display с двумя режимами отображения, цифровых и аналоговых часов. Always On Display работает постоянно. В этом режиме у меня часы проработали 4 дня, но на ночь я его отключал. Без режима Always On Display производитель заявляет автономность до 10 дней на одном заряде. Вероятно так оно и будет. Аккумулятор в часах емкостью 400 мАч и с 0 до 100, они зарядились у меня за 3 часа. Магнитная индукционная зарядка держится хорошо. Активировать экран можно с помощью любой из трех кнопок, а погасить его можно нижней кнопкой. Погасить экран накрыв рукой нельзя. Функция активации экрана при поднятии запястья работает довольно быстро. Как только опускаешь руку, экран сразу же гаснет. Экономя заряд. Время активности экрана можно установить от 5 до 30 секунд при нажатии на кнопку. И от 2 до 6 секунд для функции активации экрана при поднятии руки. Нижняя кнопка дополнительно выполняет функцию включения и выключения экрана. При ее удержании открывается меню выключения и перезагрузки часов. Средняя кнопка регулируемая. Можно назначить функции как на нажатие, так и на удержание. Например, я установил вход в контакты на нажатие, а секундомер на удержание. Эта кнопка также оснащена колесиком. Если на главном экране прокручивать кнопку, меняются циферблаты. Случайной смены циферблатов при прокрутке не было, так как колесо утоплено и защищено от ложного прокручивания. А также есть возможность заблокировать циферблат, нажав на замочек в циферблате. Верхняя кнопка выполняет функцию перехода в меню и возвращения на предыдущий экран. В меню прокрутка сопровождается вибрацией. Колесико крутится плавно и легко. Меню работает очень быстро. Анимация переходов плавная и приятная глазу. При навигации фрезов нет, все работает четко. Удержанием верхней кнопки вызывает голосового ассистента. При двойном нажатии на верхнюю кнопку можно изменить отображение меню. Доступно 7 видов. Обычный список, сетка, круг, арка, футбольный мяч, 3D окружение и режим Apple Watch. При свайпе вниз открывается доступ к быстрому меню, где можно настроить яркость, включить режим энергосбережения, режим не беспокоить, фонарик, функция поиска смартфона, а также изменить настройки связи со смартфоном. Если часы находятся в этом режиме, то можно принимать звонки через часы, а также можно управлять музыкой через плеер. Но звук будет идти через смартфон. В плеере отображается название трека, есть возможность регулировать громкость и переключать треки. А если активировать функцию медиа устройства, можно будет слушать музыку через часы. Музыка через часы звучит довольно качественно и умеренно громко. Динамик качественный, но его потенциал ограничен. Если настроить эквалайзер, можно добиться лучшего качества звука и увеличения громкости без потери качества. При свайпе вправо открывается доступ к быстрому меню, где отображается дата, время, 5 последних запущенных приложений, погода и звонилка. При свайпе влево открывается доступ к виджетам. Кольца активности, можно посмотреть количество шагов, пройденное расстояние, сожженные калории, подсчет шагов в течение дня и на протяжении недели. Измерение пульса. Отображается график пульса на протяжении дня в виде графика. Средний пульс за день и темп сердцебиения. Измерение сна. Показывает время сна, время фаз сна, а также данные о сне на протяжении всей недели. И средний сон за неделю. Погода предоставляет информацию о текущей температуре, самой низкой и самой высокой температуре сегодня, а также прогноз погоды на всю неделю. Еще есть виджет плеера для управления музыкой. Виджеты можно добавлять, менять местами и настраивать по своему вкусу. При свайпе вверх открывается доступ к сообщениям. Отображаются иконки сообщений. Шрифт небольшой, но читабельный. Хорошо отображается как кириллица, так и латинский алфавит. Смайлики в сообщениях не отображаются. Есть возможность настроить приложения, от которых будут приходить уведомления. Ограничений нет, можно выбрать любое приложение, что очень удобно. При входящем сообщении окно отображается в сокращенном виде, и его можно развернуть. Количество символов в сообщении около 150. При входящем телефонном вызове отображается имя звонящего. Можно принять, отклонить звонок, отключить звук вызова и есть ответ на вызов коротким сообщением. Изменить ответы коротких сообщений нельзя. При разговоре можно регулировать громкость динамика и переключаться между часами и телефоном. Через часы можно не только принимать звонки, но и совершать их. Сделать звонок можно через добавленные контакты, входящие и сходящие звонки, а также через обычный набор номера. Вибрация в часах хорошая. Есть два режима, слабая и сильная. Также можно включить звук с вибрацией. Микрофон хороший. Собеседника слышно четко, как и меня. Давайте поговорим о функциях часов. Пульс часы измеряют хорошо. Проводя постоянное измерение пульса и уровня кислорода в крови каждые 10 минут в течение всего дня. Вот сравнение измерений пульса с Huawei Band. А также данные по кислороду в крови. Пульс у воздуха не измеряют. Сон часы также измеряют хорошо. Отображается время сна и фазы сна. Часы удобны в носке. Несмотря на их значительный вес, они имеют округленные формы и ни за что не цепляются. Спать в них удобно. Есть функция измерения давления. Но следует помнить, что это не медицинский прибор. И я бы не стал полностью доверять этим измерениям. Также имеется функция измерения сахара в крови. О точности сказать ничего не могу. Так как не было возможности проверить результаты. Я бы не рассчитывал на точное измерение сахара в крови через часы. Есть женский календарь. Функция тренировки дыхания. Секундомер, который можно свернуть. Таймер тоже можно свернуть. А если активировать функцию Dynamic Island, таймер будет отображаться на главном экране часов. Также отображается анимация при воспроизведении музыки. А также отображает индикатор при заряде часов. Будильник, который можно настроить через приложение. А в часах можно лишь активировать и отключить будильник. Есть календарь. Калькулятор. Функция поиска смартфона. А также функция дистанционного управления камерой, позволяющая сделать фото, махнув рукой. Фото делается через встроенное приложение. Часы имеют функцию сирены и сигнал SOS. В часах есть датчик NFC, но его можно настроить на действие или текст. Оплачивать через данные NFC нельзя. Есть функция навигации по карте. Но я так и не разобрался, как ей пользоваться. В приложении Fit Call Pro есть функция навигации. Здесь карты Beidou. Но у меня не получается поставить точку для маршрута. Может данная функция работает только в Китае, не знаю. И в часах есть функция компаса. Функция управления тиктоком или ютуб шортс. А также доступны игры, которые можно установить через галерею приложений. На данный момент доступно только две игры. 2048 и гонки. В часах предусмотрено 8 тренировок. Все без использования GPS. Так как в часах GPS модуля нет. Дополнительные тренировки можно добавить через приложение. Где их предоставлено большое количество. Среди них есть тренировка плавания. Заявлено производителем защита IP68. Но я бы этому не верил. Посмотрите какая здесь щель в месте где динамик. Мыть руки и дождь часы выдержат. Но в душ и плавать я в них бы не рекомендовал. При запущенной тренировке отображаются самые нужные параметры. Пульс, количество шагов, сожженные калории, пройденная дистанция. И шаги в минуту. Плеером пользоваться нельзя. Однако если запустить тренировку с использованием GPS. Через приложение FitFlow Pro. Часы можно использовать без ограничений. Управлять плеером. Читать сообщения. И использовать другие функции. Из приложения можно запустить три вида тренировок. Ходьбу, пробежку и хайкинг. Маршрут строится хорошо. Можно просмотреть дистанцию и другие параметры. Детали тренировки. А так же темп и каденс. Давайте запустим тренировку и сделаем 100 шагов. Чтобы проверить шагомер. Шагомер в часах чувствительный. Иногда может засчитывать махание рук. Как шаги. Однако в транспорте шаги не добавляются. Вот мы прошли 100 шагов. И вот результат. Результат хороший. Есть синхронизация с Google Fit и Health Connect. Насчет связи часов со смартфоном, то часы держат связь со смартфоном отлично. Разрывов соединения нет. И сигнал сохраняется даже через две стены. Приложение Fit Cloud Pro для настройки часов. Простое и удобное. Без надоедливой всплывающей рекламы. В приложении отображаются количество шагов, сожженные калории за день, пройденное расстояние. Можно просмотреть подробности сна за сегодняшний день и за целую неделю. Данные о пульсе в текущий момент и по дням недели. Информацию о давлении и среднем давлении за день. А также уровень кислорода в крови на протяжении всего дня. Есть возможность установить напоминание о бездействии и необходимости выпить воды. А также есть женский календарь. Присутствует навигация, но она по всей видимости работает только в Китае. Доступны интерактивные игры, танцы и другие. На мой взгляд это баловство. Нужно махать руками и взаимодействовать с изображением на смартфоне. В часах доступно 5 циферблатов. Циферблат с компасом, который можно переключить на белый цвет. Серый циферблат со стрелкой, который можно переключить в красный цвет. Информативный циферблат. Циферблат с погодой, пульсом и компасом. И кастомный циферблат, который устанавливается через приложение. Галерея циферблатов содержит на данный момент 127 вариантов, что дает определенный выбор. Хотя он не слишком велик. Они постоянно добавляются. За несколько последних дней добавилось около 30 новых циферблатов. Есть циферблаты со стрелкой, а также цифровые циферблаты с различными и детальными параметрами. А также циферблаты с анимацией. Вот несколько циферблатов, которые мне понравились. Продолжение следует... Также есть возможность установить кастомный циферблат со своей картинкой, где можно выбрать вид и цвет. Благодаря отличному AMOLED-экрану, изображение выглядит ярким и красочным. Без видимых пикселей. Резюмирую. Реплика на часы Samsung Watch Ultra вышла крайне удачной. Материалы изготовления корпуса часов, который полностью из металла. Три кнопки и функциональное колесико. Отличный дизайн, который неотличим от оригинальных часов. Красочный и хороший HDMI LED-экран. Хорошие датчики измерения пульса, сна, шагов и измерения кислорода в крови. Приятный мягкий ремешок. Но мне попался китаец, который резал ремешок маникюрными ножницами. Отличный динамик, через который приятно слушать музыку и разговаривать через часы. Довольно емкий аккумулятор 400 мА, которого точно хватит на неделю использования. Или на 4 дня в режиме Always On. Абсолютно нет проблем с переключением звука между часами и смартфоном. Плавная работа часов с приятными переходами, без глюков. Единственное место, где немного фризит, это когда переходишь в меню с сообщениями. А в основном, везде все летает. Удобная навигация и настройка меню под себя. Множество функций, которые действительно часто пригождаются. Отличная связь со смартфоном. Часы держали связь на огромном расстоянии, около 25 метров. Я был удивлен качеством связи. Какие минусы данных часов? Учитывая стоимость часов, минусов нет. Если придираться, то можно отнести небольшое количество циферблатов. Но они добавляются почти каждый день. И есть функция навигации, которая не работает. Нет возможности установить маршрут, но возможно это исправят. Часы красивые, стильные, надежные и функциональные. Часы, которые не страшно поцарапать или потерять. Которые стоят копейки. В общем, рекомендую к покупке. Пиши, как тебе данные часы. И на какие часы сделать еще детальный обзор. До скорой встречи, друзья. Пока.